Девочки, у меня такая новая классная пудра, просто бомбическая, вы посмотрите, она же делает блюр просто, Kiko номер 40, Weightless Perfection, вот такая вот пудрочка серая, открываем ее, у нас тут значит спонжик, отделение для спонжика, а здесь зеркальце, и собственно сама пудрочка матовая абсолютно, господи, какое прекрасное качество, как будто бы люксовое. Друзья мои, всем огромный привет, всем здравствуйте, меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале, у нас сегодня будет видео-обзор посылки парфюмерной от моей подруги Александры, хочется сказать великой, Саша мне очень нравится своей легкостью, своей непосредственностью, своей добротой, конечно же, у Саши есть тоже парфюмерный канал, у Саши есть очень уютный парфюмерный телеграм-канал, все ссылочки я оставлю внизу, как обычно. Я была очень рада получить от Саши очень желаемые мной ароматы, на поносить, на пораздумать насчет них, да, подумать, в общем, и понять, все ли то золото, золотое, что блестит, потому что ароматы сегодня будут в основном, ну как бы дорогие, это так сказать, еще слабо сказано. В общем, давайте присаживайтесь поудобнее, давайте чирикать про парфюмерию на богатом. Давайте начнем с аромата Бастарда от Герлен, который называется Шалемар Суфоль. Значит, я на радостях того, что я хапанула себе в коллекцию Шалемарчика ванильного, баботанкового ванильного, который называется Мелизим Ванила Планифолия, у которого просто пирамида два притопа, два прихлопа, на самом деле, конечно, нет. Нет, ничего там, она не состоит из двух видов ванили, и все, конечно же, это аромат более богатый по пирамиде, ой, господи, какая красота, это и, конечно же, вот эта фирменная шалемаровская кожа здесь, это и очень красивая дымная ваниль, и бабы тонка, и цитрусовость тут есть прекрасная, вкусненькая, и даже шоколадность я тут чувствую, господи, это реально, это шедевр, это аромат шедевр. Не знаю, зачем они его сняли, но я догадываюсь, потому что это была якобы репетиция перед тем, что они вот сейчас сделали новую линейку экстрактов в Герлен, и там есть ванила планифолия. Вот она также пахнет, как этот аромат, представляете, я когда попробовала ее, по-моему, в Таиланде ее попробовала, она стоила 60 тысяч рублей за флакон 30 миллилитров, по-моему, или 35, ну что-то такое, и это пахло вот так. Я такая, в смысле я разгадала ваши планы? Ну, короче, девочки, это была репетиция более дешевая. Так вот, значит, на радостях я решила пробовать и знакомиться с новыми другими шалимарчиками, и вот в руки мне попал шалимар Суфль. Такое вот у него изящное название Суфль. По-французски это значит дыхание, а не суфле, как многие думают. Это лимон, бергамот, мандарин, цветок апельсина, жасмин, самбак, индийская ваниль, обычная ваниль и белый мускус. Девочки, это настолько красивый аромат, это настолько красивые цитрусы, что я когда его попробовала, я подумала, о боже, а что цитрусы могут быть еще и такими, такими прекрасными. Это как будто бы, знаете, ванильный лимонный мусс. Я когда работала в кондитерской, я любила делать такие десерты в стаканчиках, которые назывались парфе. Такой французский десерт, который состоит из взбитых сливок, взбитых белков, взбитых желтков, все должно быть максимально свежим, потому что все сырое. И добавляется туда какой-нибудь либо кофе, либо маракуйя, либо что-то сладкое, либо фрукты, либо ягоды. В общем, всегда добавляется какой-то нюанс, который оттеняет вот эту вот легкую сладость, вот это вот ванильное облачко. Я очень часто делала с маракуйей. Так вот, вот это пахнет таким вот лимонным взбитым муссом. Это невероятно. Сказать, что аромат нежный, это ничего не сказать. Так пахнут, я не знаю, ангелочки на небе. Вот они так пахнут. Ангелочки на небе, ну это просто, это высшая степень нежности. Я когда его вот услышала первый раз, я подумала, о боже, нет, нет, нельзя, так нельзя больше жить без него, просто нельзя. И я начала его на себя наносить, носить его конкретно, уже более плотно. И в раскрытии он пошел по кривой дорожке. По кривой дорожке мускусной, мускусно-грязной, немножечко даже плотненький мускус. Мне это не нравится. Я вообще не люблю мускусные ароматы. Да, фруктовый, да, цитрусовый, но это мускус. И несмотря ни на что, я не могу носить мускус. И мне от них физически плохо. И как бы я не хотела, как бы я не думала, что ну ладно, разношу, привыкну. Нет, он очень мускусный. Если вы не боитесь мускусных ароматов, присмотритесь. Если боитесь, идем мимо. Ну и раз уж мы с вами заговорили про мускусы, давайте поговорим про Нарцисса Родригес Фо Хэ. Ну, кто не слышал про какие-то невероятные, не такие, как у всех, какие-то мифические, магнетические мускусы от Родригеса, тот, я не знаю, тот точно не парфюмерный маньяк. Уже слепой косой. Все знают, что есть особый вид мускусов, и он у Родригеса. В нотах африканский апельсиновый цвет, османтус, бергамот, мускус, амбра, ветивер, ваниль и пачули. Вот все ноты в доску мои. Вот кроме вот этой вот серединки амбра и мускус. Все абсолютно как будто бы вот под меня созданы. Я подумала, ну ладно, мускус там в серединочке, ну может это ничего, буду пробовать, буду пробовать, буду носить. У меня с ним очень спорные чувства. Собственно, как и у половины фрагрантики, я уж там почитала, такого начитала, что капец. Например, вот половина людей на фрагрантике сравнивает этот аромат с интимностью ночи, когда люди делают новых людей, а вторая часть называет его просто грязной тряпкой. Вот это как вообще? Что это за разрыв между этими двумя, понимаете, определениями? Мне этот аромат пахнет косметической пудрочкой. И таким вот сладким, нежным, таким невинным цветочком, типа асмантуса. Вот пахнет не персиком асмантуса, да, а вот как будто бы таким сладеньким, нежным цветочком. И мне пахнет туалетными пачулями. Здрасте. Это невероятное сочетание вот женской какой-то хрупкости и невинности, и какой-то грязи мира. Как это соединили, и как это сосуществует, вот так вот. Потому что потому. Как будто бы это монета, да, как будто бы это медаль с двумя абсолютно разными сторонами. Этот аромат создали в 2003 году, в моем самом любимом, это вообще мои самые любимые годы создания парфюмерии, потому что там не было абсолютно никаких запретов, ограничений. Хочешь взять дубовый мох экстракт, прям вот, да, бери. Хочешь 10 литров натурального, бери. Это сейчас уже, да, вы, наверное, знаете, что все парфюмы, которые мы с вами носим, это практически стопроцентная синтетика. А раньше, как бабка, да, вот в мои-то годы дубовый мох был мхом. Этот аромат создали два прекрасных парфюмера. Это Куркиджан и Кристина Нажель. Ну, насчет Куркиджана тут без комментариев. Кристина Нажель, чтобы вы понимали, да, что она создала. Она создала мой любимый Мисс Диор Шири. Она создала Дольче Габбана Деуан. Она создала Армани Си, вот эти вот 7 миллиард фланкеров. Пассионе, не пассионе и так далее. Она создала Гурман Кокан, девочки. Легендарный Гурман Кокан. Вы понимаете, да, в общем, кто это, кто это создал? Аромат невероятный. Это какое-то сочетание невинной женщины, да, вот женской невинности точнее. И какой-то дьявольской грязной интриги. Это невероятно. Это интересно и это супер. Если у меня будет возможность купить там остаточек во флаконе, я обязательно куплю. Дальше, друзья мои, будет Диор Гипнотик Пойзон. Это просто нечто. Ну, вы поняли, да, вот каждый аромат, который я беру, это просто что-то, это что-то с чем-то. А у Саши прекрасный парфюмерный вкус. Гипнотик Пойзон, аромат, который до недавнего времени я не знала. Спасибо, Саша, что ты меня с ним познакомила. Это надо быть, я не знаю, парфюмерным страусом. И просто держать голову в песке, чтобы не знать до сих пор. Три года увлекаться парфюмерией и не знать, что существует такой прекрасный аромат Гипнотик Пойзон. Девочки, я искала пирамиду на фрагрантике, на всяких разных сайтах. Я нашла вообще все, что угодно. Вот всякие фланкеры, там не фланкеры. Но туалетную воду я так и не нашла, вообще не поняла, почему. Я вставлю вам картинку, максимально приближенную к реальности, но я так и не поняла, почему на фрагрантике нету пирамиды на туалетную воду. Для меня этот прекрасный аромат в основном гурманский. Конечно же, для меня это такое миндально-кокосовое мороженое. Для меня это свежий марципан миндальный. Это маленькое отступление, когда я ездила в Германию учиться у шефа-кондитера, быть в его подмастерье. Он для меня открыл тогда вообще мир марципана. Я, блин, в деревне не знала, что вообще такое есть. Ну кто знал в Хабаровске 15 лет назад, что вообще существует марципан? Да никто. В общем, и мы тогда из этого марципана делали и розочки, какие-то листики, другие цветочки, какие-то фигуры. Мы делали прослойки для тортов, мы делали корпусные конфеты с алкоголем и с марципаном. Сколько я тогда сожрала, простите, марципаны, сколько я его там слупила тогда, этого марципана. Я тонну просто. Это было невероятно, это такая вкуснятина. Это марципан, это такая перетертая миндальная паста, в которую добавляется сахарная пудра и капелька алкоголя. Она настолько нежная, она настолько сладкая, с вот такой вот характерной горчинкой ореха миндаля, ну это просто отвал башки. И вот здесь я его чувствую. Вот этот вот сладенький с горчинкой миндаль. Это вот нежность и молочность кокоса. Также я тут чувствую какую-то вишневость, представляете, здесь есть даже какая-то вишневость и лекарственность. За что отвечает лекарственность, я не знаю, но это безумно притягивающий аромат. Он одновременно женственно нежный и при этом женственно интригующий. Я обожаю, как вы уже поняли, ароматы, которые не имеют монозвучания, а которые обладают разными огранками, разными оттенками, которые переливаются, которые меняются. Это классно. Вот это парфюмерия. Когда-нибудь случится день, я очень об этом мечтаю, что я поеду в Париж, схожу в бутик Dior и куплю там этот аромат. Какую-нибудь малышечку в 30 мл, например, и уеду с ним домой. У меня вот такая вот мечта, обязательно, чтобы это было в магазине, обязательно, чтобы это был корнер Dior, чтобы это был вот такой вот маленькой яблочкой Hypnotic Poison. Я мечтаю об этом аромате, не хочу покупать его с рук, я хочу, чтобы это было полное, такой вот полный цикл удовольствия от покупки еды, соответственно, использования этого прекраснейшего аромата. Следующий аромат покажу вам Tom Ford Noir Extreme. Экстрем, экстрим. Этот аромат мужская версия, это не женская. Вставлю вам, конечно же, пирамидку. Давайте посмотрим, что у нас тут. Кардамон, мускатный орех, шафран, очень много специй, да. Кульфи мороженое. Кульфи. Роза, мастиковое дерево, цветок апельсина, древесные ноты, ваниль, амбра и сандаль. Сандаль, ну, конечно же, давно не было сандаля в эфире. В общем, друзья мои, это амбровый аромат из разряда Tom Ford Vanille Fatale, из разряда Tom Ford Tobacco Vanille, из разряда Angel Shea от Killian. Это вот такой моноамбровый теплый аромат. Моноамбровые, теплые, даже горячие амбровые ароматы я не ношу. Мне от них плохо. Они мне все напоминают об ужасном, таком, об ужасной категории ароматов, которые называются в народе амбра-деревяшки. Для меня вообще является сущим парфюмерным кошмаром аромат, как же он называется, от Куркиджана Grand Soir. Это моногорячая амбра. Просто как лампа или ячья там, раскаленная, вот такая вот горящая амбра. Я не могу, мне это все тяжело носить, поэтому я долго на нем не останавливаюсь. Если вы не любите амбру, то идем мимо. Вот я ее не люблю. Как нюансом где-то, конечно, это здорово, но когда это моноамбровый ванильный аромат, то как бы нет. Я вам покажу аромат от Том Форда, который меня просто поверг в хороший, добрый, пленительный шок. Это Том Форд с алейбрюллён. Пылающее солнце. Так, давайте посмотрим по ноткам. Розовый перец, мандарин, бергамот, медок, хотела сказать медок, да. Цветок апельсина, смолы, алибанум, древесные ноты, кожа и ветивер. Так пахнет переливающийся на солнышке блестящий мед. Апельсиновый мед. И такие пчелки вокруг летают. Я была пчелка, и я бы тоже летала возле такого метка, это точно. Этот аромат будет прекрасно звучать летом. Несмотря на то, что летом мы все привыкли к ароматам жасминовым, таким, знаете, морским, солярным, к ароматам, похожим на средства для загара, уходовые крема, такие кокосовые, стиаре, с франжипани. Да, это все понятно, но аромат вот именно этот на лето, медовый, апельсиново-медовый, согретый солнцем, будет просто невероятен. Я не знаю, я влюблена сейчас, я просто в таком шоке, такого меда я не встречала, без уреальных нот вот этих всех. Это очень красивый, сладкий апельсиновый мед с древесиной в раскрытии. Это такая древесина, не влажная, не какая-то сухая, не спил свежий дерево, нет. Это такая древесина, которая нагрета солнцем, может быть, даже закатным. И ты вот сидишь, тебя пригревает солнышко, от тебя пахнет апельсиновым медом, и ты сидишь, облокотился на какое-то красивое, широкое дерево типа дуба. Боже, и это лето, и это полянка, и жизнь прекрасна. Лето, это маленькая жизнь, и вот эта вот летняя маленькая жизнь заключена в этом флаконе. Следующий аромат, про который я буду немногословно, но о нем сказать я не могу, это амуаж мемуар. Давайте я пшикну. Я сегодня в нем, кстати, целый день хожу. Давайте обновим. Давайте по нотам, кстати. В нотах полынь, кардамон, розовый перец. Ой, прямо розовый перец пошел в горлышко. Ладан, гвоздика, древесные ноты, перец еще один, кожа, лабданум, касториум. Вы уже приготовились, да? Это трэш, это очень тяжелые ноты. Стирок, сдубовый мох, мускус. В целом, в целом, если абстрагироваться от нот, потому что я сначала тестировала без изучения всей пирамиды, это очень минорный, грустный, тяжелый, морально тяжелый аромат. Так пахнет сладкий дым. Сладкий дым так пахнет, как будто бы фруктовый, вишневый дым. Это как будто бы кальян раскуренный, вишневый, фруктовый, да? Причем в этот кальян добавили и какие-то травы, и какой-то, знаете, там сухостой, и какой-то там дымокур, и сухую траву, и сено, и я не знаю, вот всю какую-то горчливую траву. И здесь еще конкретно присутствуют мои нелюбимые фирменные амуажевские пачули. Они мне всегда пахнут туалетом, простите, такими туалетными гнилушками, гнилушками. В общем, для меня в целом аромат получился очень мистическим, очень томным, немножко даже пугающим, где-то минорным, мистическим. Так пахнет какой-то заколдованный лес из сказки, темной ночью, и когда вот такой, знаете, непросветный, очень густой, дремучий лес. Вот, и, знаете, у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе, там, наверное, вот так вот пахнет на том вот, в самом лесу и на том самом дубе. В этом лесу очень много каких-то зверушек волшебных, и вот эти вот, вот это вот озеро, знаете, бывает, показывают в сказках, что от озера идет такой дым, пар такой валит, потому что под этим озером на дне творится страшное. Короче, вы поняли, да? Я его сейчас разнашиваю, конкретно сказать, что я влюблена или не влюблена, я не могу, это очень интересно, необычно, у меня такого в коллекции точно нет. Если вы любите готические ароматы, мистические, интригующие, попробуйте обязательно, и опять же, если вы не боитесь фирменных амуажевских пачули, потому что что в аромате Лайла Клав, что в желтеньком аромате, что здесь, я чувствую конкретные, постоянно гнилушки пачули. Ну, вот такие они у амуажа, такие они их выбрали себе в арсенал. Все, друзья мои, вот такое вот видео у меня получилось, всем огромное спасибо, что посмотрели, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии этому видео, какие ароматы из этих есть у вас, что вы о них думаете, согласны ли вы с моим мнением или нет, обязательно пишите. Я на этом с вами прощаюсь, до скорой встречи, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok